Почему ты надо мной прикалываешься? Чё ты надо мной прикалываешься? А чё ты прикалываешься надо мной, сука, блядь, я тебе ещё раз говорю? Уже не хочешь, я наочкосил? Рот закрой, я разговариваю. Кипец, ты кипец, блядь, поднали и теперь убегай. Чё ты убегаешь? Щенок, ты, щенок, ты понял, ты кто? А ты кто? Пойдём на улицу выйти, слышишь? Мужчина, мужчина. Поспокойней себя ведите. Ты дураком будешь чужись, понял? Ты гусет у тебя отличаешь? Не будешь, блядь, отличать. Ложить охранник. Тебе какая разница, какой пальто, блядь? Пойдём выскочим тогда. Очкуешь, да? Очкуешь? 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 Очкодрон, ёбаный. Эй, мы пообщаемся, пойдёмте. Ещё и выбитые зубы бывают. А чё, я хочу на выход. Семёшь, как и на выход хочешь? Ребят, что это? О, 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 насилие. Я хочу на тебя. А я хочу на тебя писать заявление. А я хочу на тебя, ребят, сэч. Слушай, чё ты убегаешь? А чё? А? А чё? Грят! О! Здравствуйте, друзья! И сегодня мы вам расскажем про очередной вопиющий случай в супермаркете «Пятёрочка» на улице Фестивальный, дом 17, в городе Москве. Тут было всё. И охрана, и продавцы, и какие-то непонятные люди, и полицейские тут отличились, да? Смотрим видеоролик, нажимаем обязательно лайк, нажимаем обязательно подписаться на канал, ставим колокольчик, подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм-канал и группу ВКонтакте, все ссылки в описании. Ну и, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим видео прямо во время просмотра ролика. Это помогает продвигать видео, продвижение видео помогает нам бороться с подобным хамством, с людьми, которые не умеют себя вести, с которых нельзя допускать к работе с людьми. Ну всё, смотрим ролик. Нет, мы не приветствуем. Нет? А на каком основании посмотрят? А на каком основании? Ну, подозреваю, не есть подозрение. Ну, прощать заявление. Будем писать заявление тогда? А, у нас у вас просроченный продукт. Ну и что? И что? Вы что, хотите отмазаться, как-то, что-нибудь? Нет. А что вы хотите? Да, я хочу его отмазаться. А что вы мне говорите у вас просроченный товар? А? Вот, просроченный товар. Ну и что просроченный? Давайте прощать. Вы мне предъявляете что-то? За просроченный товар, да? Нет, я вам говорю, я хочу вас осмотреть, потому что у меня есть подозрение того, что вы его что-то... Подозреваете, я вас попросил. А мы отказали. Вы отказали, я сказал, хорошо, будем вызвать полицию. Вызывайте. Нормально разговариваться. Что? Можно нормально, без крика. А где крики были, мужчины? На видео снимай, я на Викса и тут. Не, мне не интересно его снимать на видео. Что, мое лицо, да, снимать? На видео мое лицо, да? 1045 рублей. Да, нет, вроде бы не положено, что сюда должны ложить. Ложить? Ложить в штаны надо, понял. Вы не в курсе этого, да? Понял, меня не бери. Не, не, успокойся, подожди, я сам поговорю с вами. Вы не в курсе, что вы сумки должны класть вверх? Я сниму. Это написано, что на своем эфире. По какому закону мы ложить должны? Нет, да? Хорошо, с этим тоже разберемся. Конечно. Конечно. Ты прикалываешься, что ли, наверное? Прикалываюсь. Почему ты надо мной прикалываешься? Хочется. А я не хочу, чтобы ты надо мной прикалываешься. А я хочу. А что ты надо мной прикалываешься? А хочется. А что ты надо мной прикалываешься? А что ты прикалываешься надо мной, сука, блядь, я тебе еще раз говорю. А хочется. Почему ты прикалываешься надо мной? Потому что захотел. А ну поприкалывайся еще. Больше не хочется. Уже не хочется, но отскосил? Ну это тебе виднее, там очко. Ты, в смысле, мне говоришь ты? Вызови полицию. Полицию я сам вызову, не беспокойтесь. Мы полицию не будем ждать. В смысле не будете ждать полицию? Мы не будем ждать полицию. Здравствуйте. Да, деньги вернуть. Молодые люди отказываются показать свои сумки, огромные сумки, в которых они зашли и не показали сотруднику магазина, что находится у них в сумках. А теперь мы подозреваем их в том, что они у них что-то взяли, возможно. Адрес улица Фестивальная, дом 17. Отправьте, пожалуйста, по-быстрее. Ребята, что-то второй посел? Скорпус 1. Да, мне телефон не есть. Питерочка. Фестивальная какая? Дом 17. Строе. Вот снимаете наш на камеру? Вот, знаете, тут просрочку нам продали. На целый месяц просрочено. И чтобы отмазаться, теперь говорят, что мы что-то своровали. Нет, мы пока ничего не видим, что у них, потому что они отказываются. А, да, они славяне, да. Да. А может, не с ней? Алло, здравствуйте. Может, я татарин, откуда ты знаешь? Да, я не еду. А, не едет тебя? Ну, ясно. А где ваш третий? Ваш третий куда ушел? А, вот он. Молодой человек. Молодой человек. Что ты сказал? Сушкейки, где-то. Почему? Там, вы не лежат решают, да? А что такое? Культура. Культура? Да, какая тут культура-то? Я сейчас вижу, а попросил показать. А вы что это, в смысле, хотели как-то отмазаться, что ли? А у нас, Гер, есть за тут просроки. О, хватили, да, отмазаться. Чего ты сказал? Алло. Здравствуйте. Ты парня, молодой, класс? А, нет, даже не молодые, наверное. Старые. Дело в том, что... О, сынок! Чего ж ты старого человека? Вот закрой, я разговариваю. Ты мне мешаешь. О, так страшно! А ты что, проволокатор-то ты? Я. Возможно. Убрал бы ты камеру. Привет, привет. Дело в том, что здесь у нас есть специальные вещи, чтобы домой наквачиваться. Ложить, ложить, как охранник. Ложить охранник. О, фиги. Это отказывается тебе показать мне. Черт, блин. Тебе какая разница? Кое пальто, блин? А как разница? О, а не, выскочьи тогда. Очкуешь, да? Очкуешь? 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 Очкодрон, ебаный. Это же это женский пол. Черт, очкуешь, я хочу виновата, что ли? У меня, конечно, третий свет. Моя тела на вещи, говорят, уйди. Куда ты стоишь? Работай. Ты все так простите, по-моему. Пойдите, подказай. Ничего, пожалуй, не будешь ждать, будешь пойдем? Нет, деньги надо вернуть. Ну, может, чек есть, а если мне вернуть, то я пошел, ребят, попробуй чуть-чуть. Ну да, идем, Юлиан. Все, пока, пока, Юлиан. Давай. Стань туда и тебе говорю. А что, на каком основании? У тебя в сумке мой товар, в магазинах. У тебя в сумке мой товар. А как докажешь? Как на как докажу? Пошли докажу этим. А что? Я хочу на выход. В смысле, ты на выход хочешь? Ребят, что ли? Что это за... Во-во-во-во, насилие. Я хочу насилие. У тебя в сумке мой товар, я тебе. Нет, какой твой. Написнишь на твой? А ты знаешь, что такое, когда ты материально ответственный за весь товар? Нет, подожди. Я пишу заявление. Давай, пошли. Я хочу, я хочу. Ты что, прикалываешься в этих вот этих моментах? Не знаю. Ну, пошли, я на тебя заяву напишу. Ну, пиши. Ну, пошли. Я хочу. Чего ты убегаешь? Хочу. Хань! Хрят! Стас, Стас. Руки от меня уберите. А чё они убивают? Чё они убивают? Чё они убивают? Чё ты убегают? Чё ты убегают? Чё ты убегают? А ты кто? Пойдём на улицу выйдем. Слышь? Ты дураком будешь всю жизнь, понял? Ты гусе от утея отличаешь? Не будешь, блять, отличать. Все трое пообщаться. Пойдёмте туда, назад он придёт. Мы здесь хотим. Не, мы пообщаемся, пойдёмте. А то вы же провоцируете. Никто не будет провоцировать. Всё, мы стоим туда. Ты же меня провоцируешь. Ну пойдём, там попровоцируешь. Я здесь полицию жду. Чё ты там меня провоцировал? Где провоцировал? Я хотел выйти из магазина. С моим товаром, за который я несу ответственность. Правильно? Всё, полиция проедет. А, проедет по разберу и всё. О, нецензурная бронь вы сейчас на месте. Нецензурная бронь? Да. А ты нашим написал всё? Когда провокация идёт, не то что нецензурная бронь, как ты сказал. Ещё и выбитые зубы бывают. Ух ты, как страшно. О, как страшно. Я хоть побритый. Молодые люди очень сильно меня провоцируют. Очень сильно что-то кидают. Наши палоками. И вы как раз, если запись можете просмотреть. Эту запись только когда-нибудь меня провоцировали. И вот этот вот парень пытался выйти. А я ему говорю, подожди, И я хочу, чтобы эти ребята открыли свои сумки. Открыли свои сумки. Да, открыли свои сумки. Пускай открыт свои сумки и покажут что у них. Я попросил их, чтобы открыть сумки. Они отказались приехать. И потом мне говорят, а у нас здесь ваш прослушенный товар. Вы что, хотите выехать дальше прослушенным товаром? Сумки-то покажите, говорю. Отказались. Я им потом говорю, вот сюда, говорю. Отказываетесь нам показывать. Правильно? Да, по-моему. Правильно. А вы мне что сказали? Это неправильно. То есть вы... Я не обязан этого. Если вы хотите сумку... Слушай меня внимательно. Если ты хочешь сумкой зайти в магазин, покажи сумку. Кому тебе, что ли, показывать? А кому? Ты опять меня провоцируешь? Опять провоцирую. Ты один на один хочешь как мужчина со мной выйти? Не хочу. От что играет? Один на один я с девушками красивыми выхожу, а не с такими, как ты. Понимая то, какой у меня менталитет, у меня горящий какой, меня пытаются провоцировать. Вы же видите это все. Видя. Вот этим вот, то, что просрочено, да мне пофигу, что оно просрочено. Вы это уже... Да тебе, конечно, ты отраву продашь, что человек умрет, тебе пофигу. Послушай меня внимательно. На месяц просрочено. Рыба. Послушай меня внимательно. Это яд. Послушай меня внимательно. Это другая тема. Я говорю, сумку мне покажи свою. Что у меня в сумке находится? А кто ты такой, чтоб тебе показать? Охранник магазина, блядь. Покажи удостоверение свое. Удостоверение показал свое. Кто ты такой, блядь? Покупатель я. Сумку покажи мне тогда. Зачем звонили? Чтобы здесь продолжать ругаться между собой? Нет, я вот всем не хочу. Я не звонил. Мы вас вызывали. Да, вот. Вы снова вызывали. Разберемся от этой ситуации. Кто вызывал? Фамилия есть у вас? Я не знаю, кто вызывал. Стас, ты вызывал или кто? Я вызывал. А, ты вызывал? Да. Теперь слушаю вас. Ну, давай. Я говорю, ко мне применили физическую силу. Мне пытались отнять телефон. Вот. Ко мне точно. Да, они цензурные брань поливали тут. Все записано. И вот этот человек на меня толкал. Вот видеозапись есть. Нет, нет, нет. Нет, конечно нет. А что вы толкались? В чем проблема? Что мы сказали, вызовите директора по свежести просрочный товар. А, вы типа просрочку у нас ищите. Ну, мы вам сейчас покажем. И начали. Сумку покажи, сейчас на задний двор выйдет. Вы, извините, пожалуйста, но я не слышал, как вы что-то говорили. Вы хотели написать заявление, правильно? Да. Мы хотим выйти, нас не выпускают из магазина. Да, гражданин хочет. А мы вдвоем выйти хотим, нас не пускают из магазина. Твое заявление писать будем? Конечно, будем. Мы хотим посмотреть. Значит, все собираемся и едем в ОВД писать заявление. На месте. На месте, примите, пожалуйста. Мы на месте. Мы не совершаем противостояние. Да, мы никаких преступлений нет. Ну, мало ли что ты хотел. Ну, покажи. И что дальше? И что дальше? Протокол досмотра на ПНТС. Да. Сотрудникам полиции показывают. Сколько ПНТС нужно пить? Двое? Ну, не пишите такие протоколы. Не пишите такие протоколы? А что делать тогда с ними? Просто деньги за просрочку верни и отпусти из магазина. Слушай, это совсем другая тема. Я тебе еще раз говорю. Это по свежести. Я охрана магазина. Мне сумка ваша интересная. Ты понимаешь это? Да мне пофигу. Сумка твоя интересная или нет. Почему ты не можешь понять то, что это бывает? А потому что не могу. Успокойся. Хорошо. Сейчас кричать будем. Мы тогда в Роспотребнадзор вот это все сдаем. Все. Уходим отсюда. В Роспотребнадзор сдаем. Ну, и что? Нет ничего. Вы что? Я еще один раз. Побыстрите голову, ручку идет. А сколько громко? Где это было написано? Сколько мне там выключать? Так громко я могу разговаривать. Это написано? Да, написано. Хорошо. А покажите мне какой здесь и голову должен быть? Вы как это? Чего? А иначе им никто не докажешь. Понимаете? Они не пускают нас из магазина. Кто будет писать все? Я буду посему писать в полиции. Я понимаю, почему ты садишь в полицию. Тебе сделали замечание? Да выслушал вас. Все, хватит правильно, сделал замечание, все. Зачем много раз повторять это? Грамотный человек. А, насчет любви, я еще раз объясняю. Это мне не интересно. Вы это с директором спасительности будете разговаривать? Мы просили вызвать. Ну, вызовем мы его. Ну, вызывай. А конфликт-то в чем случился? Я сказал, мне это не интересно. Мне интересно, что у вас в сумках. Для чего вот это все? Лежность и едон. В смысле? Лежность и едон. Эхни фамилии, кстати, тоже мне нужны. Что ты засмеялся? А что, нельзя? Ты смешно, что я говорю? Слышно. Они не сделают, они же видят это слоя. Они отлично. Получается, это уже не в вашу сторону. Товар есть, вы зашли, чека нет. Товар не положили. И что, какой-то закон нарушение. Заявление, что вы у них украли. Ну пусть пишут. Пожалуйста, повезет. Не, мы будем смотреть, когда будет заявление написано, там уже будут разбираться. Пожалуйста. Друзья, едем в УМД и все. И там уже разбираться будем. Когда сейчас? Сейчас товар в рюкзаке есть, чека нет на него. Вот и все. А у них вообще такого товара зарядят. Да. Уже потом будут разбираться, не будем разбираться. Напиши, пусть. Они на полу совершат, нас убирают в УМД. Итак, друзья, теперь мы видим, что полиции показали сумку. Хотя без протокола, без понятых. Просто так вот. Ну, смотрите, что у меня весь товар оплачен, ничего неоплаченного нет. Самое интересное, что полицейский говорит, а все, нет чека, значит не твой товар. То есть, по идее, вот куртка, да, вот сейчас у человека, да, у него нет чека, да. Или там, не знаю, там какая-нибудь бутылка воды, у него нет чека, значит ты украл. То есть, охранники изначально не знали вообще там, украл ли что-то, да. То есть, просто подозрение. Посмотреть камеры, которые им поставлены, не знаю для чего, естественно, у них мозгов, видимо, не хватило. У них мозгов хватило только распускать руки, материться, орать, угрожать, применять насилие по отношению к покупателям, к тем, кто их кормит, да, в этом магазине. И тем, кто покупает продукты, за счет чего им выплачивается зарплата, да, за счет чего они, собственно, и живут. Ну, как мы видим, с продуктами там все не очень хорошо, да, так как ребята нашли просрочку. Ну что, друзья, как вы видите, у этой истории есть продолжение, да, как себя повели сотрудники полиции. То есть, охрана, не охрана, не полиция, не дано им посмотреть камеры, они не знают, что, кто украл. Просто вот, а, есть, значит, товар, значит, ты именно это украл. То есть, даже не посмотрели элементарно, заходили ли они в этот отдел, там, да, в магазине, в камерах. То есть, вообще, ноль. То есть, сначала мы, говорит, заберем это самое в полицию всех, потом будем разбираться. Вот это дичь, вот это дичь. Права и свободы человека, высшая ценность в России, но, тем не менее, неизвестно, украли, не украли. Там даже каких-то косвенных следов того, что кто-то что-то украл, нету. Но, тем не менее, как-то подозрительно себя повели, охранник заметил, значит, нужно забрать людей в полицию. А то, что охранник там матерился, распускал руки, да бог с ним. Одного там кого-нибудь, дайте представителям магазина с собой, чтобы заявление написал. И все. Вот так вот будем разбираться. Ну что ж, подпишитесь на канал, поставьте на то видео лайк обязательно, напишите несколько комментариев, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм-канал и в группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. Также подписывайтесь на канал «Правостояние» за справедливость и прочие каналы, ссылки на которые будут в описании. Эти ребята также помогают наводить порядок в наших магазинах, на наших дорогах, на наших улицах. Спасибо им за это огромное, спасибо им за это видео. Ну и будем дальше разбираться в этой истории. В следующих сериях вы увидите также много интересного. Ну и, конечно, мы вернемся в эту пятерочку. Вы же знаете, что там будет. Ну все, всем удачи, всем пока. Боритесь за свои права.